Привет, с вами профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о кошках. Непотопляемый Сэм. Так окрестили немцы кота Оскара, который тонул на трех боевых кораблях. Одном немецком и двух британских. Кот выжил каждый раз, спасаясь на деревянных досках. Обрезание когтей кошки является законным в большинстве штатов США, но запрещено в Европейском Союзе. Когда кошки приносят дохлых мышей или птиц своим владельцам, они учат своих человеческих коллег охотиться или помогают их человеку прокормиться. Также они поступают по отношению к старым кошкам или неумелым котятам. Домашняя кошка – почитаемое животное в исламе. Пророк восхищался ее чистотой, а также за то, что она любила пророка Мухаммеда. Он говорил, что любовь к кошкам – это часть веры. Тюрьма штата Индиана начала программу «Кошки», в рамках которой заключенным разрешается держать кошку в своей камере. Кошки, как полагают ученые, улучшают настроение и темперамент заключенных и обеспечивают некоторую надежду для них за решеткой. Таурин – популярный ингредиент энергетических напитков, необходим для кошачьих пищевых продуктов. Без него коты теряют мех, зубы и зрение. Кошки трутся головой об людей, потому что они чувствуют себя в безопасности или доверяют им. Есть, по крайней мере, 22 статуи кошек, рассеянные в городе Йорке в Англии на крышах зданий и домов. Считается, что они были установлены еще в начале 19 века. Жители лично установили эти статуи, чтобы защитить город. Взрослые кошки не производят лактазы – фермента, необходимого для переваривания лактозы. Поэтому вы не должны кормить взрослых кошек молоком. В Японии существует кот-кафе, где можно приятно провести время с кошками. Кошки спят 70% их жизни. Люди спят только 30%. Домашние кошки инстинктивно не хотят пить из миски рядом с их едой и ищут воду в другом месте дома. Потому что в дикой природе любая вода рядом с местом убийства может быть грязной. Многие приюты не выдают черных кошек в канун Хэллоуина, опасаясь, что они могут быть уничтожены или подвергнуты пыткам. Кошки могут пить морскую воду из-за их чрезвычайно эффективных почек. Кошки не имеют никаких естественных антител против крови собаки. Поэтому они могут выпить кровь собаки в угрожающих жизни ситуациях. Но только один раз. Второй раз окажется фатальным. Саванные кошки могут быть одомашнены. Они вырастают размером, как средние собаки, и очень добрые и игривые. На корабле императрицы Ирландии была кошка по имени Эмми, которая никогда не пропускала путешествия до 28 мая 1914 года, когда Эмми отказалась подняться на борт. Корабль ушел без нее и затонул на следующий день. В 1879 году кошки были использованы для доставки почты в Бельгии. Опыт оказался неудачным. Когда профессор физики Джек Геттерингтон узнал, что он не может быть единственным автором работы, потому что использовал такие слова, как «мы», «наш», чтобы не переписывать работу, добавил своего кота в качестве соавтора. Ночью Диснейленд становится царством бродячих кошек. В Дисней любят их, потому что они держат популяцию мышей под контролем и относятся к ним, как к домашним животным. В том числе бесплатно стерилизуют их. Существует город Фаляске, в котором мэром в течение 15 лет была кошка. Александр Селкер, ксатландский моряк, был оставлен на необитаемом острове, но выжил в течение более 4 лет. Во многом благодаря диким кошкам, которые защищали его от голодных крыс, которые нападали ночью. Кошки обвиняются в глобальном исчезновении 33 видов животных. Кот Билла Клинтона стал героем неизданной игры для СНЕС, в которой он борется с карикатурными республиканскими лидерами, чтобы предупредить Белый дом об украденной ядерной ракете. Первая успешно клонированная кошка была названа Копикэт. У гориллы Кока была любимая кошка с 1985 года, после того, как она специально попросила ее на день рождения. Старые кошки мяукают больше, потому что у них развивается аналог болезни Альцгеймера. ЦРУ потратил 20 миллионов долларов на кошку, обученную шпионить за советами, но она попала под такси. У кошек есть специальные железы на лице, которые выделяют феромон, когда они трутся о людей, чтобы сказать, что они наши, а мы их. В старом ликероводочном заводе Джеймсом Виски в Дублине кошки были столь необходимы для защиты от крыс, что в каждом складе был размещен свой собственный резерв молока для них. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин